Здравствуйте! В эфире местные новости. О событиях дня, которые произошли в Кормоскалах, Благовещенске, Языково, Белорецкий, Чешмах и Глиной Кушнаренкова расскажем сегодня. Смотрите в выпуске. Глава Белорецкого района сложил свои полномочия. Возрождение туристического клуба и производство Чак-Чака обсудили на инвестчасе в Благовещенске. Кушнаренковские хоккеисты вышли на всероссийский этап соревнований «Золотая шайба». Очередной предпринимательский час прошел в Благовещенске. Один из предпринимателей предложил проект по переработке битумных отходов и автошин. На следующей неделе он пообещал прийти с бизнес-планом и требованиями к размещению производства и земельному участку. Житель деревни Бештинова Зуфар Латыпов обратился с вопросом о создании сельхозкооператива. Ему дали разъяснения по участию в программах по поддержке фермеров, также обсудили возможность привлечения инвесторов. Алексей Бураков пришел с идеи воссоздать в городе туристический клуб. Он подготовил проект подготовки кадетов по направлению МЧС, а также две патриотические программы поиск. Евгений Федоров планирует открыть в городе небольшую фабрику по производству Чак-Чака в промышленных масштабах. Для приобретения оборудования предприниматель намерен инвестировать 15 миллионов рублей. В деревне Новопетровка Кармаскалинского района полиция поймала дачного вора. Ранее в местную дежурную часть обратилась 66-летняя Уфимка. Женщина приехала в деревню в свой дачный домик и обнаружила выломанную входную дверь. Из жилища пропали автозапчасти, электросчетчик, хозяйственный инвентарь и двигатель от холодильника, вырванный прямо из рабочего устройства. Сотрудники правопорядка вышли на след 65-летнего местного жителя. Украденные вещи он сдал в пункт приема лома. Мужчина вину признал. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Глава республики посетил кемпинг на трассе М5 в Чешминском районе. Это место Ради Хабиров поставил в пример Госкомитету по туризму Башкирии. Глава отметил, что такие красивые современные кемпинги с хорошей кухней, комфортными гостиничными номерами и чистыми туалетами должны быть вдоль всех дорог нашей республики. Ради Хабиров считает, что нужно помочь предпринимателям для реализации качественных мест для отдыха путешественников. Кушнаренковские хоккеисты вышли на всероссийский этап соревнований «Золотая шайба» имени Тарасова среди городских команд юношей 2005-2006 года рождения. На днях в Вальшеевском районе завершился республиканский этап. В нем приняли участие 8 команд победителей муниципальных и зональных соревнований. По итогу ожесточенной игры «Золото» завоевала команда «Кристалл» из Кушнаренкова. Теперь ребята поедут на всероссийские соревнования, которые пройдут в Салавате и Сочи. Стоит отметить, в этом сезоне кушнаренковцы стали дважды чемпионами республики в финальных соревнованиях «Золотая шайба» как среди сельских, так и среди городских команд. Глава Белорецкого района Владислав Миронов сложил свои полномочия. О своем решении он сообщил 13 февраля на заседании Совета депутатов района. Присутствующие приняли отставку единогласно. Исполняющим обязанности главы назначили Андрея Иванюту. Прежде он занимал должность заместителя председателя комитета Госсобрания Курулта Республики по образованию, культуре, молодежной политике и спорту. Далее депутаты утвердили порядок проведения конкурса на замещение должности и состав комиссии. Документы начнут принимать 17 февраля. Начальник управления главы Республики по взаимодействию с муниципальными образованиями Юрий Казимаслов поблагодарил Владислава Миронова за масштабную работу и вручил ему орден Салавата Юлаева. На сегодня это все новости. Далее переходим к прогнозу погоды. Я благодарю вас за внимание. Смотрите нас каждый день на республиканском телеканале ЮТВ и на сайте utv.ru. Поделиться своими новостями вы можете в наших группах в социальных сетях или рассказать их менеджерам в офисах компании Уфанет. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!